На проспекте Победы Целый блок, все левое крыло строители отдали начальной школе. Теплые, хорошо освещенные кабинеты и даже игровая комната. У ребят постарше условия не хуже. Конечно, есть здесь и столовая, и библиотека, хореографический и актовый зал на 400 мест. А еще бассейн с пятью дорожками и три спортзала. Стадион с искусственным покрытием, по сути, круглогичный будет. Беговые дорожки вокруг. Мы в таких школах не учились. У нас грунтовка была и пешком за три километра даже больше ходили в школу. Стройка в самом разгаре. Уже забетонирован бассейн, есть внутренние стены, монтируются металлоконструкции. Частично началась отделка. К зданию подведены тепловые сети, готова ливневая канализация. Школа рассчитана на 800 учеников. Специалисты говорят, она станет культурно-спортивным центром для всего проспекта Победы. Это нужно делать, потому что здесь будет достаточно много молодых людей проживать в этом микрорайоне. И все они должны иметь доступность к этим спортивным сооружениям. С 2013 года городской бюджет выделил на эту школу больше 260 миллионов рублей. Еще 163 запланировано на этот год. Ускорить строительство могут субсидии из федерального центра. Сегодня наши документы рассматриваются для того, чтобы получить финансовую поддержку, помощь. И думаю, если эта поддержка будет в июне, в мае, в конце июня, то мы предложим все силы, чтобы эту школу до конца года ввести в эксплуатацию. То есть первый звонок прозвучит здесь не 1 сентября, а в январе 2017-го, после новогодних каникул. Кстати, новые учебные заведения скоро появятся и в других районах города. Две школы построят на проспекте Клыково. Проектная работа уже завершена. Готовы к возведению храма на Оке и в поселке Северный. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ.